Природа Природа И где предел, за которым начинается старость Все эти проблемы сдвигают наше представление о нашем будущем И мы начинаем его бояться Существует еще то, что происходит на нашей планете Ученые Хокин предлагают как можно быстрее покинуть Землю Но Айлан Маск верит, что планету еще можно сохранить. Но все равно остается вопрос, каким образом ее сохранить? Прежде чем сохранить планету, мы должны сохранить себя. Родившись, мы смотрим наружу, осматриваемся по сторонам. Мы не догадываемся, что внутри нас бьется сердце, кругами движется кровь, напрягаются мышцы. Внутри все идет по плану, но мы еще не знаем, что родились. Мы с удивлением обнаружим, что внутри нас есть тело, и оно увеличивается в размерах. Тело становится нашей крепостью, архитектурой наших пристрастий и привычек. Метрономом темпа и ритма нашей земной жизни. Если наш организм такой мудрый и так хочет жить, он сам не может найти систему, как функционировать оптимально? Наш организм живет непонятно по каким причинам и непонятно зачем. Есть таблица Менделея. Для нашего организма существует только взаимодействие этих элементов. Наше понятие свобода воли, право на свободу воли, оно делает нас супер природными. Потому что нечто нами движет. Сегодня привычно говорить о калориях, органической пищи и о метаболизме. Но я хочу обратить ваше внимание на главные свойства природы нашего тела. Его постоянное обновление. Постоянная смена наших клеток. Это все равно, что себе представить, что вот эта студия постоянно обновляется. Но мы этого не замечаем. Это неживая материя, и она стареет. И необходимо делать ремонт. Наше тело, оно ремонтирует самого себя. Гармония регенерации – это то, что постоянно происходит в пространстве нашего тела. То, что лечит его, и то, что побуждает нас к постоянному движению. Движение – это самое главное, что дает нам шанс на то, чтобы наш организм и наша физическая система, психофизическая система развивалась органично. Любое движение производится благодаря ощущению своего собственного тела. Рецепторы не только на поверхности нашей кожи. Ощущение пространства – это прежде всего ощущение рецепторами, которые внутри нашего тела. Кинетическая энергия становится универсальной энергией, которую мы можем смело назвать психической энергией. Это примерно как в автомобиле. Кинетическая энергия переобразуется в электрическую. Это прежде всего ощущение спонтанной функции нашей мышечной системы иона. Без спонтанного мы можем превратиться в робота. Мы привыкли к спонтанному относиться как к хаотичному. Но спонтанное существует в науке, в математике, в экономике, в психологии. Научное определение спонтанного, оно гласит, что это движение, событие, которое происходит без энергии извне, то есть в самом себе. Первое, о чем мы не должны никогда забывать, что любое живое существо происходит из яйца, из сферы. Вот как это мягче. Потому что это такая геметрическая форма, которая позволяет реагировать на все экстремальные ситуации со всех разных сторон, снизу, сверху, спереди и сзади, одинаково быстро и эффективно. Все как бы имеют менталитет этого яйца, то есть шара. Почему мы начинаем ощущать, прежде всего, болезнь в суставах, в забедренном суставе, спины, шеи? Потому что мы забываем, что наши ноги – это продолжение наших рук. Потому что ноги должны развиваться таким же способом, как развиваются руки. Анатомическое устройство ног и рук построено по одним и тем же принципам. Потому что когда мы делаем движение, то это все связано с другими группами мышц, которые контролируют равновесие и баланс. Разницы между психическим центром и физическим постоянно нужно корректировать. Вот это равновесие и баланс в пространстве – это и есть ощущение центра тяжести того самого шара. Леонардовский человек на картинке на самом деле не представляет всех тех пропорций, которыми мы обладаем. Потому что кроме плоских мы обладаем еще пропорциями окружности. Мы ощущаем наше тело точно так же, как мы ощущаем глазами любое пространство вокруг нашего тела. Мы чувствуем, как часть тела. Мы забыли о тридименционной натуре нашего тела. Наши глаза просто на одной стороне нашего головы. Головы, как бомб, и глаза просто на этой стороне. И это создает стереотипа «лайд». Когда мы ощущаем себя с гордо поднятой головой прямоходящими, наши ноги становятся очень консервативны. Ноги служат нам не только для того, чтобы двигаться в пространстве. Ноги позволяют двигаться нашим рукам, нашим плечам, нашей голове. Ноги позволяют двигаться нашему тазобедренному суставу. Но ноги еще служат для того, чтобы поддерживать работу внутренних органов нашего тела. Потому что они как насосы качают кровь, которая движется в нашем теле, не переставая ни на секунду. Помогает сокращаться нашему сердцу. Мы живем на планете, которая заставляет каждую клетку нашего организма бороться с земным притяжением. Вероятнее всего, гравитация нарушает сложный комплекс ювелирных процессов регенерации. В лабиринте телесной материи психические импульсы теряют скорость и ориентацию. Когда мы говорим о спонтанном, мы говорим об органическом движении, взаимодействии всех мышечных систем и всех систем наших внутренних органов. Поэтому для того, чтобы спонтанное было естественным, в теле придумана система рычагов. Как система взаимодействия всех мышц, которая в анатомии называется скелетные. Которая позволяет очень рационально воспользоваться упругостью и прочностью скелета, который держит, который сохраняет форму нашего тела. Мы делаем упор в одну сторону рычага и мы поднимаем другую сторону рычага. В повседневной жизни и тренировке спортсменов наши рычаги используют главным образом гравитацию и точку опору в планете, на которой мы живем. В данных упражнениях, благодаря реальному ощущению тела, точка опоры в нашем мозгу. В психических импульсах, которые объединяют все мышцы в единую систему и позволяют достичь максимального качества ее координации. Этому помогает эффект невесомости отдельных частей тела, благодаря которому мышцы освобождаются от механических условных рефлексов. Данный принцип целесообразен для предотвращения физических перегрузок у спортсменов или даже для подготовки тела к реальной невесомости в космосе. Субтитры создавал DimaTorzok Рефлекс жизни очень сильный рефлекс. Он нам помогает делать некоторые физиологические вещи, не задумываясь. Если мы живем в неэкстремальных ситуациях, если мы не напрягаемся, то этого вполне достаточно. Если вы спортсмен, если вы артист, если вы строитель каких-нибудь дворцов на песке, если вы все время входите в конфликт с реальной жизнью, с реальными обстоятельствами, если мы живем не только благодаря, а вопреки, мы должны знать технологии. Субтитры создавал DimaTorzok Пространство Того состояния, которое нам передало то самое яйцо, из которого мы произошли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дышать мы привыкли главным образом ртом. А все, что касается органов дыхания, у нас как в мертвой зоне. У нас глаза как щель в танке, и наше тело все время в мертвой зоне. Прежде всего, мы имеем пять долей легких. Внутри этих пяти долей легких – сердце. Дыхание позволяет производить звуки. Они тоже дышат, не понимая, как это происходит. Когда мы говорим, мы говорим, выдыхаем. Когда мы поем, напором воздуха мы заставляем вибрировать наши голосовые связки. Каким образом? Первый способ – это грудные мышцы и спины, которые сокращаются. Потому что легкие не имеют мышц. И когда задаешь вопрос, каким образом движутся легкие, люди недоумевают. Они не понимают, каким образом движутся легкие. Это, например, тот же самый вопрос. Каким образом движется сердце для того, чтобы качать кровь? В XVIII веке были огромные споры между учеными. Каким образом? Или благодаря температурным изменениям при сердце, или благодаря давлению. В общем, когда мы поднимаем диафрагму, которую разделяют внутренности, кишечные и легкие, то мы оказываем давление вертикально. А это уже другое дыхание. Это дыхание истинно природное. Потому что все животные, все дети дышат диафрагмой. И когда мы делаем вдох, она как бы опускается. Когда мы делаем выдох, Живот вминаем вовнутрь, диафрагма поднимается, и легкие дышат по вертикали. То есть очень важно, чтобы мы, когда дышали, не мешали в то же время движению сердечной мышцы, потому что она движется в разные стороны. Легкие сжимают или разжимают. И когда эти ритмы совпадают, то получается очень хорошее дыхание. Можно делать движения на выдохе. Вдох. Дыхание – один из способов контакта с внешней средой. Поэтому мы можем сказать, что сердце – это внутри среды нашего тела. Легкие – это внутри и снаружи. А наш мозг – это здесь и сейчас, и везде. В космосе. Координация между этими тремя органами имеет колоссальное значение, потому что, когда мы дышим, мы помогаем лимфе, мы помогаем кровотоку, мы помогаем изменению крови, использованной на новую. При этом давление в сосудах, давление в венах, артериях не нарушает работу мозга. Координация между этими тремя органами она не только чисто механическая. Нервотоки проходят по нашему телу. Все это управляется второй психической системой, которая называется автономной системой или вегетативной системой. Есть мозг центральная система, есть вегетативная нервная система, которая управляет работой наших органов. Если мы нарушаем нервотоки между этими тремя органами, нарушается экология всей нашей внутренней среды. Откуда все болезни? Они не только от дурных привычек, они не только от пищи, они еще от того, что мы неправильно дышим, неправильно движемся. И поэтому координация движения, это как раз координация движения, связанная с дыханием, с сердцем и мозгом. Главное – баланс, равновесие. Гармония регенерации – это то, что постоянно происходит в пространстве нашего тела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...